Государственный архив Одесской области, телерадиокомпания «Град», гражданская инициатива «Друзья архива» представляют. Одесса – уникальный город с богатейшей историей. В разное время здесь жили и творили талантливейшие люди, представители самых разных национальностей. Память о том, кто жил и чем занимался, о событиях, связанных с остановлением и развитием Южной Пальмиры, хранится в фондах Государственного архива Одесской области. Но это не просто документы, листы бесценной информации. Это истории и судьбы людей. Это загадки и тайны. Об уже разгаданных загадках, об открытиях, которые уже делали и продолжают делать исследователи, работая с фондами Госархива, мы рассказываем в проекте «Архивная Одиссея». Наша история героична и трагична одновременно. В этом убеждена Лидия Ковальчук, глава общественного совета при Государственном архиве Одесской области, директор Одесского академического центра. Это сильная, уверенная в себе женщина, пытливый исследователь, внимательный и думающий историк и просто крайне интересный человек. Последние несколько десятилетий почти что живет в стенах Госархива Одесской области. Это происходило настолько давно, что сказать сейчас, с какого именно момента оно началось, уже сложно. Потому что для меня архив – это один из моих многочисленных домов, родных, и в интеллектуальном, и в духовном, и в нравственном, и в историческом плане. Это часть жизни. Лидия Всеволодовна занимается историей репрессий в Одесской области. Изучению этого сложнейшего вопроса она посвятила не один год. Традиционное понятие о том, что это сталинские репрессии, о том, что это некий период репрессий, это достаточно распространенная ошибка. Репрессии в нашем регионе существовали с момента установления советской власти, причем это было три раза она устанавливалась. Первый раз в 2018 году, потом откат, потом в 2019 году еще несколько месяцев, и снова смена власти. И, наконец, с февраля 2020 года, уже более длительный, уже на десятилетие. Так вот, каждый приход советской власти на эту территорию, советской ли власти, большевистской ли власти, тут можно по-разному определять, но суть остается та же, был сопряжен с репрессией. Опираясь на данные, которые содержатся в хранилищах Госархива, рассказывает Лидия Ковальчук, сегодня удается анализировать и говорить, опираясь на факты, о тяжелых периодах нашей истории. Истории, которую не все приемлят, но забывать о которой категорически нельзя, убеждена Лидия Вселадовна. Говорить об этом, просто говорить, это значит встречать возможный контраргумент, что это ваше личное мнение, не более того. И я бы точно так же отреагировала на чье-то другое личное мнение, если оно ничем не подтверждено. Так вот, архив необходим именно для того, чтобы личные мнения вырастали из реальных фактов, из реальных документов, из того, что сохранено, из того, что есть. Архив – это тот источник, без которого это сделать нельзя. Иначе можно манипулировать историей до бесконечности. Говорить и писать о репрессиях непросто, ведь многие люди просто не хотят знать правду. Однако бросать то, чем занимается Лидия Ковальчук, не планирует. За несколько лет изданы немало книг, рассказывающих о репрессиях в нашем регионе. И это лишь промежуточный результат научного труда, в котором, рассказывает Лидия Вселадовна, в основном опирались на архивно-следственные дела репрессированных. Эти дела, то есть это дела на людей, которые были арестованы в том же 19-м, 20-м и так далее в каждом году. Это и спецпоселенцы, это и те, кто прошел фильтрацию, это и депортированные, это и раскулаченные, это и жертвы голодомора, это и те, кто прошел через так называемые психушки. Это далеко не полные данные. И из этих неполных данных у нас неполные данные. Потому что все это огромным трудом доставалось, и это отдельная история для отдельной большой передачи. Шпионаж, антисоветская деятельность, контрреволюция. Люди подвергались репрессиям по множеству обвинениям. В результате одних власть отправляла на выселки, другие были расстреляны. Проблема в том, что общего свода данных, когда говорит, а сколько всего репрессировано, хороший вопрос. Ответить на него не может никто. А тот, кто отвечает, или лукавит, или обладает неполной информацией, или сознательно не считает нужным, чтобы информация была... Трудно сказать. Я никого не берусь судить, я просто говорю о том, в чем я абсолютно не просто убеждена, я это знаю. Полной информации нет. И в своих предисловиях я неоднократно об этом писала в своих книгах. Полной информации нет, и скорее всего окончательной цифры мы не сумеем назвать. Потому что слишком много уничтожено документов. Слишком много не документировалось в процессе разных видов репрессий. Тот же голодомор о том же свидетельстве. Мы очень многое не можем сказать, потому что люди просто умирали, и следов не оставалось, где что и как. Ну и так далее. Это не единственная категория, о которой и так можно говорить. Но тем не менее, это количество репрессированных огромное. И это количество репрессированных важно не только цифрами, оно важно каждой единицей, каждым именем, каждым человеком. Точного числа людей, которые стали жертвами репрессий в те годы, не может и не сможет сказать никто, говорит Лидия Ковальчук. Но речь идет о колоссальной цифре. Среди тех, кто пострадал в годы репрессий, была и ее семья. Моего дедушку расстреляли в 1938 году. И отец долгие годы пытался узнать его о судьбе и ушел из жизни, так и не узнав о факте расстрела. Потому что ему дали ложное свидетельство о смерти. Может быть, вот этот документ, эти документы тоже сейчас откроем, посмотрим. Тогда было принято в советский период давать официальный документ сложной информации. Реально расстрелянный человек. Было указано, что он умер уже в совершенно другом возрасте. В данном случае от инфаркта. Отец ушел из жизни, так и не узнав, что его отца, моего деда расстреляли. Каждый документ в архиве, каждая строка на листе режет словно ножом по сердцу. Но бросить свою деятельность она, как и другие исследователи, просто не может. Ведь связь времен невозможно объяснить и трудно понять. Но убежать от нее нельзя, убеждена Лидия Ковальчук. Не узнав и не попросив мысли на прощение у каждого, кто погиб от несправедливых репрессий, невозможно стать счастливыми и свободными людьми. И эта задача как всего общества, так и каждого человека в отдельности, независимо от его возраста, считает Лидия Всеволодовна. Прошлое наше трагично. И героично одно время. И то, и другое. Это все правда. Это все есть. Нельзя одной краской рисовать. Но вот для того, чтобы эту всю правду, не одну какую-то, вот репрессивная система и все, поставили крест на это. Одной краской нарисовали, закрыли, забыли, отреклись, живем дальше. А не получится так. Жизнь многолика, многообразна. И вот для того, чтобы эту многоликость, многообразие изучить, осмыслить, осознать, принять в себя. Нельзя отречься от прошлого, оно все равно в нас. При всех вариантах оно наше, оно чайное. Мы можем делать вид, что нас это не касается. А оно нас очень касается. И чем больше мы себя обманываем, тем хуже в итоге, тем страшнее последствия. Так вот, вернуться к этому прошлому, его изучить, его осмыслить, его осознать, его описать, его проанализировать. Естественно, это будет делать не каждый гражданин, но это должны делать те, кто должны. Это ученые, это исследователи, это научные программы, это студенческие учебные программы. В итоге этих научных изысканий должны быть действительно написаны и созданы, соответственные. Книги, пособия, интернет-материалы, учебные программы и так далее, и так далее. Это должно войти в школьную систему, это должно войти в вузовскую систему. И об этом мы многократно пишем, я опять ничего нового не произношу в наших книгах, это многократно уже все сказано. И вот тогда есть шанс, шанс искупления нашего прошлого. Так же, как и для сотрудников архива, для Лидии Ковальчук, работа в стенах учреждения – это не только поиск и установление исторической правды, но и забота о сохранности нынешней истории. Пока стрелки кружат по циферблату, настоящее становится прошлым, оставляя свой след в истории, убеждена Лидия Всеволодовна. Для того, чтобы не растерять крупицы деталей, из которых наши потомки когда-нибудь будут узнавать, чем и как жили предки, при Госархиве области функционирует «Народный архив». Это уникальный для Украины проект, который создан по инициативе Госархива Одесской области и Общественного совета при учреждении. Любопытно, что стать частью большой команды хранителей истории в буквальном смысле может каждый из нас. Фонды этого архива принимают практически все, что несет в себе хоть какую-либо информацию. У нас даже на сайте мы написали самый открытый перечень документов, и дневники, и табеля, и какие-то воспоминания, письма. Чрезвычайно интересно. Блокнотики, ну вы там опять-таки молодой человек, вы это не делаете, но и я по своей жизни, и по своим старшим. Блокнотики, в которых расчеты вот этих наших пизерных зарплат, вот сколько на хлебушек, сколько на молочко и так далее. Это реалии, это реалии жизни. Сколько на квартплат, актуальный вопрос сегодня, да, и как оно все. Без этого история неполноценна. Школьные табели или семейные открытки, билеты на транспорт или наброски рисунков. В Народном архиве есть даже фотоальбомы, как, например, вот этот, инженера-механика Одесского высшего инженерного морского училища. Фотографии создают представление о том, какими были люди того времени, как они выглядели, какие у них были, может быть, даже в какой-то мере манеры, как они одевались, какие прически, какие взгляды. Это живая история. В официальном архиве этого могло бы и не быть, потому что по правилам архив собирает, в первую очередь, не только, но в первую очередь собирает документы государственных органов. Так было принято с советских времен, это нормально. Народный архив тем и отличается, что мы собираем все. Нас интересует повседневная жизнь, потому что реальная история, не причесанная, не официальная, хотя тоже очень интересная, в том, как причесывалась история, это своя огромная тема исследований. Это отдельный вопрос, которого мы даже касаться сейчас уже не будем. Но вот повседневный быт людей, вот эта живая история, с одной стороны, это просто безумно интересно, с другой стороны, без этого нет восстановления исторической достоверности, исторической правды. Уже оформлено первое, даже не дело, а вот первый фонд, первая часть фонда, личного фонда, одной из наших землячек, Марьяной Георгиевной Державиной, полностью по всем правилам. Архивные правила очень и очень сложны, это только кажется, что в архиве все, вот сдали документы и забыли. Вот они есть, а когда надо, вот раз-раз-раз, все и найдется. Это совсем не так. Это очень серьезная система обработки документов, оформления, описания, систематизации, каталогизации и так далее. Так вот, мы по всем правилам узнавали, изучали эти правила и сделали вот это, первую, скажем так, первую часть вот этого фонда. История не прощает небрежного отношения. Историю нужно знать и изучать. История учит и помогает не повторять ошибок прошлого. И архивные дела, бесценные, уникальные документы, которые хранятся в фондах Госархива Одесской области, являются своего рода катализаторами этих процессов, проводниками в мир исторической правды. Вот почему, убеждена Лидия Ковальчук, задача не просто сохранить, а обеспечить достойные условия для сохранности этих документальных сокровищ, должно быть сверхважной задачей, как для чиновников и управленцев, так и для каждого, кто считает себя частью нашего региона. Сейчас или решается вопрос, ну скажем неакадемический баш на баш, вот есть хранилище Ножуковского, вот будет некое якобы, будет некое якобы хранилище здесь. И впихнуть вот то, что Ножуковского в это нечто, вот та задача, которая ставится. Это не задача, это не задача. Задача создания нового архивного комплекса, как я ее вижу, опять-таки я, наш общественный совет, наш конституционный совет, нового архивного комплекса, который сможет выполнять все свои функции. На сегодняшний день архив не может принимать часть документов, которые должен принимать, насколько я помню, с 1985 года. В разных учреждениях хранятся документы, которые по закону должны были быть переданы в госархив. Госархиву некуда их принимать, да? А мы хотим еще больше его ужать, еще больше спрессовать и вообще лишить возможности использования этих документов. Так вот, или баш на баш, вот переехать для того, чтобы освободить Бродскую синагогу. Давайте называть вещи своими именами. Вот как задача. Вот этот вариант. Реально вопрос о переезде архива, о создании нового помещения для архива, архивисты ставят с 2003 года. И опять это не разговоры, это документация, это переписка, это различные обращения, это различные проекты и так далее, и так далее. Этими занимались разные директора архива. Это более 10 лет, это 13 лет длится. Да, при прежних властях это не делалось. Сейчас в силу того стечения обстоятельств, которое произошло, не будет, есть шанс, есть возможность принять разумное решение и создать действительно архивный комплекс. Есть шанс сделать хорошо. Вот главное, чтобы этот шанс реализовался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok